Свобода от дресс-кода. Уже по традиции в гимназии номер 36 провели большой костюмированный фестиваль. На один день ребята перевоплотились в представителей самых разных профессий – программистов, стюардесс, полицейских. Свои костюмы они представили не как привычное дефиле, а в виде юмористических сценок. Ну что ж, Новый год обещает быть достаточно тяжелым, так что, друзья, с Новым годом у вас! Все, спасибо! Мы решили, что почему бы и не оплатить-то в жизнь. Плюс конкурса в том, что участвует в нем вся школа. Каждый класс готовит костюмы, конкурсный номер. Дефиле проходит весь день. Цель участников одна – удивить всех. На помощь приходит и кулинарное искусство. Мы выбрали разные кухни и блюда к ним подобрали. Я представляю Китай, и у меня печенье предсказаниями. Она представляет Россию, и у нее каравай. В актовом зале яблоку негде упасть. Школьники с удовольствием смотрят на работу других классов и болеют за своих. Идея костюмированного фестиваля возникла несколько лет назад, и это мероприятие стало, пожалуй, самым любимым. И в результате у нас все это вылилось. Большой конкурс «Дресс-код», который уже проходит четвертый год, и я думаю, что ребятам он очень нравится. Мои дети уже на втором курсе института, а то, что они придумали, все это живет в 36-й гимназии. И это неудивительно, ведь вряд ли найдется ребенок, который хотя бы раз не мечтал прийти в гимназию не в школьной форме. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.